Не всегда все происходит так, как нам хочется. Иногда бывает хочется так, а происходит все по-другому. И очень важно, мне кажется, что это самый важный навык научиться воспринимать жизнь так, как она происходит, а не так, как бороться. Вот мне хочется. Хочется, значит, отлично, молодец, делаешь действие и принимаешь реальность. Я думаю, что это главная такая идея, которая поможет больше реализовать свой потенциал возможности жизни в этом мире. Умение принимать реальность и двигать ее потихонечку туда, куда ты хочешь, чтобы она двигалась, но при этом понимаешь, что мы в этом мире кто? Мы в этом мире гости. А кто в этом мире хозяин? Всевышний. Всевышний. И даже не так. Вот это слово мы или я, оно очень виртуальное слово, потому что вот это я, оно хи. Да, это полностью виртуальное создание такое прям полностью я. Кто это я? Где это вот это я мое, да? Я это набор истории, не больше. Тело, оно есть, значит, и оно двигается тоже какой-то внутренней структурой. В общем, тема эта глубокая. Видео все равно не появляется в Телеграме, но будем только слушать. Почему видео не появляется прямо ума не приложено? Значит, Скак Пентусевич. Ну, ладно. Значит, мы находимся в недельной главовой аэра. Сегодня четвертый день. И рассказывается нам о том, что начался вот этот вот огромный катаклизм. Всевышний уничтожает с дом и Амору и все то пространство, которое там было. Да, с домом Аморой и все пространство, которое там было. Сейчас это Мертвое море. Сегодня я как раз туда собираюсь ехать. И я прямо сделаю несколько съемочек, видео, пошлю в группу. Присоединяйтесь, пожалуйста, в группу ВАИКРА, Телеграм-канал ВАИКРА. И там будут сегодня тоже и какие-то репортажи, фотографии с места событий. И вот, значит, происходит это уничтожение. Лот, он все не хочет в это поверить. Знаете, когда рушится привычный уклад жизни, все хочется закрыть глаза, открыть, и как будто бы этого нет. Да, вот сейчас то, что война когда началась, я думал неделя. Я всем говорил, ну неделя максимум, ну две максимум, ну три максимум, ну месяц. Ну уже почти год, уже почти год. И не хочется в это верить. И Лот тоже не хотел в это верить. И сказал ему, значит, сказал ему Всевышний, что если ты дойдешь до города, до города, там маленький город был в стороне, Цуар он назывался, да. Если ты дойдешь до этого Цуара, то этот город я сохраню. И Лот побежал в этот Цуар, он хотел, все равно он хотел не отдаляться от дома. Думал, молодец, сейчас все закончится, вернусь обратно. И он побежал в этот Цуар. Я когда это читал, что вышло солнце на землю, и Лот пришел в этот город Цуар с восходом солнца, я подумал, вот интересно получается, что ради одного человека Бог спасает целый город. И я в этот момент вспомнил одну вещь, я уже в группу отправил в Айкру, в телеграм-канал отправил эту статью, что евреи Финляндии, они мало того, что их не уничтожили, евреи Финляндии во время войны, они воевали на стороне, Финляндия воевала на стороне Германии, она была союзником Германии. И евреи воевали в армии, они воевали прямо, немецкие офицеры, немцы хотели там давать им награды, евреи, там было три еврея, которые сделали какие-то очень большие подвиги, они отказались принять эти награды, прямо сказали, нет, мы от немцев ничего не возьмем. И, в общем, при этом в Финляндии жило две тысячи евреев, в армии служило 300 человек. И их не тронули, просто не тронули пальцем, волос не упал с головы. И как это так? Почему это так? Почему это работало? Значит, я там проверил одну догадку, у меня была одна догадка, что был такой человек, он был ученик Раби Строля Салантера, Раби Навтоле Амстердамер его называли. И он был в Финляндии, он был раввином Финляндии, но я когда посмотрел, оказалось, что он был раввином Финляндии намного до этого, да, он был там в 1916 году, он уже умер, в 1916 году он уже умер, умер он в Израиле, как уникальная тоже личность, тоже эту статью размещу сейчас в канале Ваикра, о его жизни, это просто, ну вот для меня это, можно сказать, идеал человека, да. Но он жил задолго до этого. Почему именно евреи в Финляндии не просто не пострадали, а именно, ну это чудесное спасение, я не знаю. Но вот тут меня навело на эти все размышления, то, что когда Лот, который был частично праведный человек, да, он был все-таки племянником Рама, учеником Рама, он встретил этих гостей и жертвовал своей жизнью, даже был готов отдать дочерей, то есть у него было очень много такого хорошего на самом большом уровне. Но, значит, ради него спасали этот город. И Бог, значит, как он уничтожал с дома Амору, с неба был вначале ливень, а потом он превратился в серу и огонь, то есть это все сгорало, может это, если взять физически, может метеоритный дождь какой-то был, не знаю. В общем, перевернули, перевернула вся эта долина, то есть то, что мы видим сейчас Мертвое море, такой уникальный пейзаж, это как бы перевернула земля, было большое землетрясение, и, значит, когда Лот и его жена и дочки оттуда убегали, то ангелы сказали жене Лота не поворачиваться назад, не смотреть на это. То есть, очевидно, это было какое-то искажение пространства, времени, законов природы, и нельзя было на это смотреть, но жена Лота посмотрела и превратилась она в столб, соляной столб, то есть на нее тоже повлияло это явление. Значит, вдруг начинается, после того, как она превратилась в соляной столб, вдруг написано так, Отсюда учит устная Тора, в Талмуде есть об этом сказано, что у Авраама было особое место для молитвы, и было особое время для молитвы. То есть, вот здесь Малвин пишет, что Авраам молился всегда с восходом солнца, с первым лучом. Если мы всю картинку восстановим, опять написано с восходом солнца, Лот прибежал в этот город, и тут нам Тора сообщает, а почему же он спасся? Оказывается, он спасся не потому, что он был большой праведник, а потому, что в это время Авраам стал молиться Богу, и он молился, чтобы Лот спасся. Когда Авраам видел, что это все происходит, он молился. То есть, молитва Авраама спасла Лота, и второе, то, что мы отсюда учим, что он, когда просыпался, сразу молился, и третье, что мы отсюда учим, он молился, то, что называется молитва Ватитин. Сейчас тоже все самые такие праведные и самые мощные служители Бога, которые аншаймаса и люди дела, они молятся с первым лучом солнца. То есть, как идет молитва? Они начинают молитву до восхода, начинают молитву после Алота Шахар, когда уже начинает светлеть. И они начинают молитву, молятся, молятся, молятся. Подготовка, шма-эстроэль, благословение после шма-эстроэль. И когда они начинают молиться, молитву в 18 благословений, то есть, это Амедат, когда вот так стоят, и нельзя шевелиться, нельзя прямо... То есть, это такая молитва. Вот она и называется молитва от Фила, 18 благословений. И начинаются первые слова этой молитвы с первым лучом солнца. Это называется Нец Ахама. Первый луч солнца считается, что это идеальное время для молитвы. Кто в это время начинает молитву, то написано, что с ним не будет в этот день никакого вреда. То есть, ну, происходит это как, как сказать, ну, такое специальное время. И вот Авраам в это специальное время всегда молился. Он как бы от него, мы знаем, эту молитву утреннюю, шахарит. Он ее установил. Значит, помолился он, посмотрел он на вот это вот, там, где был с дома Амора. И, значит, превратилось оно как в пылающая печь. Как печь, в которой обжигали терпичи. Значит, вот это место превратилось в пылающую печь. Так оно выглядело. Значит, уничтожил он эти города Бог. И лот побежал дальше. Побежал он дальше. И жена превратилась в соляной столб. Ушел он из этого цара дальше в город. То есть, он понял, что это тоже будет уничтожено. И с ним пошли две дочки. Очень тоже такая, очень интересная история. Прям вообще. С ним пошли две его дочки. И спрятались они в пещере. И сказала старшая дочка младшей. Папа наш уже стар. Мужчины нет больше на земле. Значит, мы должны, на нас лежит миссия восстановить человечество. Они подумали, что произошло то же самое, что было в потопе. И что только в потопе остался Ноах. Три его сына, три невестки и жена Ноаха. И на трех сыновьях было заселить землю. А тут они подумали, что сейчас Бог, он же поклялся, что потопа больше не будет. Но что Бог решил уничтожить землю другим путем. В то время не было интернета. Они не знали, что творится в остальном мире. Поэтому они сказали поэтому они сказали дочь они подумали, что Бог уничтожил огнем в этот раз население земли. И они как сыновья Ноаха теперь они должны восстановить восстановить человечество. но так как не было больше мужчин они говорят вот наш папа пока он еще жив надо быстрее значит этим заняться. То есть они были очень решительные такие. И значит у них есть две версии в уснаторе. Или у них с собой было вино или в той пещере, в которой они были это был винный склад там прятали специальный винный склад чтобы вино не портилось в холоде там прятали вино они нашли. и в общем факт тот что они напоили своего отца Лота вином и в начале в первую ночь старшая с ним была и написано он не какое-то было в то время вино очень сильно что Ноах от этого вина как-то очень потерялся Лот тоже очень сильно то есть было какое-то видно вино ну покрепче чем сейчас с каким-то особым галлюцинотиенным действием может туда добавляли что-то в общем он не знал что он в первую ночь был со старшей дочерью а во вторую ночь был с младшей дочерью и обе они забеременели и родили они сыновей от своего отца старшая дала имя назвала своего сына Моав и от него пошел народ Моавитяне и мы знаем что это был народ из которого произошла бабушка царя Давида Руд Моавитянка а второй народ назывался Амонитяне и Амонитяне у младшей родился сын которого она назвала Амон и от него пошли Амонитяне и из этого народа была жена царя Соломона от которого тоже дальше пойдет Мошеах то есть мы видим что это было очень ключевое такое событие в истории человечества и чуть-чуть позже мы когда дочитаем сегодняшний отрывок разберем этот момент тоже ну вот что почему именно от них почему именно так что мы что он лично мы из этого можем для себя выучить значит все родили они и после этого Авраам ему стало нечего делать в том месте так как был дом уничтожен а целью жизни Авраама было распространять знания о Боге то в том месте стало мало людей такой климат изменился и он оттуда снялся свою стоянку и пошел в сторону Грар это там где сейчас Ашкелон там где нынешняя вот сектор газа Ашкелон юг там да там были жили филистимляне и жил там царь которого звали Авимеллах то есть в Египте царя называли Паро фараон в России царя называли царь значит в Англии царя называли король да а вот в тех местах называли царя Авимеллах а в Иерусалиме царя называли Малтицедек то есть это было как название правителя и вот этот Авимеллах когда туда пришел Аврам и Сара тоже сразу же забрали местное ФСБ СБУ Шабак то есть у любого царя его власть держится на службе безопасности на силовых ведомствах и вот эти вот силовые ведомства когда пришел Аврам с Сарой они забрали Сару во дворец Авимеллаха то есть Сара выглядела невероятно очевидно красиво и привлекательно в ней была какая-то там духовная ценность сияние ей было на тот момент уже под 90 лет но она очевидно выглядела ну прекрасно как есть например сейчас такая актриса Шерон Стоун ей наверное лет 60 но она выглядит очень красиво и значит Сара выглядела в сто раз красивее чем Шерон Стоун поэтому ее тут же забрали и опять же когда они зашли то Аврам у него была такая как всегда технология то есть когда они еще вышли из Харана он с Сарой договорился что везде куда мы приходим мы говорим что ты моя сестра они действительно были она была его племянница то есть она была дочкой его родного брата по отцу и можно сказать что она была его сестра родственница в смысле можно сказать ну потом он на ней женился можно было на ней жениться поэтому когда говорили что сестра то это не было обманом но это всегда давало ему возможность в как бы давало ему возможность в любом месте спокойно осмотреться не сразу не входя в опасность тут я должен сказать ладно дальше скажу это в общем забрали его дворец вимелыха и тут а вимелых заболевает точно так же произошло как с фараоном то есть сара это она владела какими-то приемами психосоматике какими-то приемами значит она владела которые позволяли которые позволяют по слову сара значит люди заболевали тут вдруг а вимелых и весь его дом все его рабы и жены рабыни и так далее у них происходит закрытие всех отверстий то есть закрытие всех отверстий просто распухла наверное там слизистая оболочка не знаю что у них распухла в общем они не то что не до секса не да вообще ничего не могли делать и тут ночью ему снится сон и пришел к нему всесильный бог к а вимелых во сне и говорит ему все говорит ты умрешь из-за этой женщины которую ты забрал почему а потому что она замужняя женщина значит а вимелыха говорит ему во сне богу а я говорит мне даже не приблизился за что ты меня будешь я вообще праведник за что ты будешь праведного человека убивать она во первых а она сказал он сказал мне авраам что она сестра и также она подтвердила что она сестра и значит ну то есть я и не брал замужнюю потому что я думал что она сестра и 2 я же к ней не приблизился я же не тронул за что меня убивать говорит а вимелых богу значит на что бог ему ответил знаю я что ты действительно чистосердечно говоришь что ты ее и не трогал и не знал это все я знаю но говорит забрал забрал все теперь говорит нужно исправлять ситуацию поэтому верни ее мужу нужд и он нави он пророк он знает что ты ее не трогал он нави и главное чтобы он за тебя помолился и тогда ты будешь жить и значит а если нет если не вернешь что умрешь умрешь значит вскочил а вимелых утром позвал он всех своих рабов рассказал все что ему снилось и очень они все испугались позвал а вимелых авраама и сказал ему что же ты сделал нам зачем ты нас вел в этот грех значит зачем ты у нас не принято замужних женщин забирать это не почему ты так сказал и значит зачем ты это сделал задал мой вопрос о вимелах зачем и сказал авраам потому что нету страха перед богом в этом месте и могут меня убить за мою жену и и второе почему я так сказал потому что она действительно моя сестра она дочка моего отца по отцу и значит но она не . моей матери поэтому она не женился поэтому я на ней женился очень разобрались они в этом вопросе и дал ему а вимелых много скота рабов рабы значит отдал он это все аврааму вернула на муссару и сказала вимелых саре и авраам вот страна моя живите здесь как где вы захотите и дал он еще тысячу серебряных момент монет значит аврааму сказал саре что вот это будет вам чтобы люди не думали не дай бог что я воспользовался и потому что если бы он воспользовался он бы не давал эти все подарки а тут вот это все показывает что это был как бы выкуп что он признал что авраам это это находится под защитой бога что это пророк и так далее и теперь никто не может сказать что вимелых действительно забрал сару и воспользовался и поэтому все эти подарки все это было для того чтобы чтобы сгладить всю эту историю и то что он сказал аврааму живи здесь то есть это показывало его величайшее уважение к аврааму и царе и бог вспомнил сару как он обещал и сделал как он говорил забеременела сара и родила сара аврааму сына в старости в то время когда обещал бог и назвал авраам сына своего которая родился у него которая родила ему сара назвался на он как ицхак ицхак у назвал сыночка и обрезал авраам ицхака сына своего на седьмой день, как приказал ему всесильный. Все, сегодняшний отрывок закончился, давайте его обсудим. Значит, что мы здесь видим? Мы здесь видим несколько очень важных для себя вещей. Значит, первая вещь, которую мы видим, это почему Авраам сказал Авимелуху, что нет здесь страха перед Богом в этом месте. Очень-очень важная здесь есть вещь. У человека есть инстинкты тела, и тело человека запрограммировано на размножение, тело человека запрограммировано на продолжение рода. И когда наступает вот этот гормональный момент, то у человека просто все его мышление, все его направления мысли и так далее, они направлены на то, чтобы размножаться. И это сила, которую Бог впечатал в человека. И чтобы мы понимали, насколько эта сила была в древнем мире развита, что сейчас эта сила в десятки раз меньше, чем была тогда. То есть раньше человек, когда у него наступал этот гормональный момент, что ему надо размножаться, у него сносило башню полностью. То есть не просто... Сейчас тоже есть люди, не дай Бог, маньяки, которые вообще из-за этого инстинкта, да, они убивают. Ну то есть это страшные вещи люди делают, когда у них включается вот этот инстинкт. Но раньше он был включен во много сильнее. Теперь интеллектом остановить его невозможно. Его интеллектом остановить, то есть да, закон говорит, что нельзя, да, там девушка говорит, что нельзя, да, значит, я сам себе говорю, что нельзя. Но, значит, как известно многим, особенно после двух-трех вокалов вина и потом еще если водкой полирнуть, то все вот эти вот нельзя интеллектуальные, они слетают у очень многих людей и утром они обнаруживают себя совершенно в ситуации, в которую они бы, ну в трезвом состоянии в жизни бы не попали. Теперь, если есть страх перед Богом, когда ты знаешь, что это не правительство, это не человек тебе говорит нет, это не сам ты себя уговариваешь между да и нет, да и нет. Это Бог, Творец Мироздания, который, если ты нарушаешь его законы, то все, от него никуда не скроешься. Авраам говорит, только страх перед Богом может человека остановить от греха. Если нет страха перед Богом, который Творец, Создатель Всесильный, от которого никак ты не скроешься, потому что он внутри, то Авраам говорит, ни я не полагаюсь ни на какие там честность, доброту, нравственность, вон были немцы честные, добрые, нравственные, потом 6 миллионов евреев убили, полтора миллиона детей и еще 80 миллионов в войнах погибла вообще Вторая мировая война от нравственных немцев, которые вдруг посчитали, что они, что совершенно нравственно захватить весь мир, совершенно нравственно поработить все народы, совершенно нравственно уничтожить какие-то народы, которые им не нравились, совершенно нравственно убивать детей, которые сейчас дети, ну, это называются дети, ну, которые раньше говорили, что с задержками развития, сейчас называют особенные дети, да. А немцы говорили, что он особенный, у него там чуть что-то не в порядке, убить его. То есть, и они были нравственны. Человеческая нравственность, это пустота. Человек может ее вот интеллектом куда хочешь двигать. А если человек Бога боится, и Бог, он как установил законы добра и зла, эти законы не меняются. И Авраам знал, что тот, кто Бога не боится, на него полностью, он сам на себя положиться не может в сложных ситуациях. Теперь, значит, это первое, что мы увидели. Второе, то, что мы увидели, поступок дочери Лота. И здесь я вам расскажу коротко одну историю, ну, сегодня чуть длиннее урок, но это очень важная история, когда-то она на меня произвела колоссальное впечатление. Значит, был такой в Америке раф Моши Фанштейн, и он рассказывал, что он лично слышал эту историю от человека, который был раввин такой, и он как-то на уроке, когда изучали эту недельную главу, он неуважительно говорил про дочерей Лота. Это он говорил про них, ну, в каком-то таком насмешливо-оскорбительном тоне, в общем, то, что называется Алашонара. Злоязычие, это когда ты словами хочешь кого-то унизить и обидеть. И он так говорил о дочерях Лота, комментируя это место. И вот ночью, а это рассказывал Рамоша Фанштейну, это человек перед смертью. Он говорит, после того, как я провел этот урок, ночью у меня началось воспаление горла, воспаление языка, распух язык, не мог разговаривать, и все. И, значит, во сне пришли две женщины такие, во сне к нему пришли, замотанные в такие черные, знаете, как ходят вот мусульманские женщины, они были, у них скрыты были лица, и они говорят, мы дочь Тилота, ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь, и как ты говоришь, и как ты мог так говорить. Мы все, что мы делали, это было Лишем Шамаем во имя небес. Мы хотели, чтобы сохранилась жизнь на земле, мы хотели, ну и так далее. То есть, они ему говорят, как ты вообще можешь говорить такое на уроке, про это. И, в общем, он умер после этого. Умер он после этого, вот у него распух язык, страшно, и это был прямой такой вот именно знак, что нельзя было не говорить плохо. Действительно, то, что они сделали, это было во имя небес. И очень интересно, невероятно интересно, как потом это повлияло на всю историю мира, как один поступок может повлиять на всю историю мира. Мы знаем, что от бабушки Рут Моавитянка, это была бабушка царя Давида. И почему именно должна была быть Моавитянка, про которых сказано, про этот народ, что Моавитянин, он не может жениться с евреями. То есть, есть в Торе, специально Бог сказал, что Моавитянин и Амунитянин не войдут в общину Израиля. И было потом большие-большие выяснения, как Рут вошла. Почему Рут, она вышла замуж за одного из самых великих людей в Израиле, за Буаза, и почему ее потомство именно, от него родился царь Давид, от которого пойдет Мошех. Она была бабушка. И объясняют следующую вещь. Действительно, почему мужчинам нельзя? Потому что, когда евреи шли из Едипта, то Моавитяне и Амунитяне, вместо того, чтобы дать им, принять их как гостей, как своих родственников, которые спаслись из рабства, и проходят мимо них, в землю Израиля, и готовы были покупать еду, Моавитяне и Амунитяне сказали, что вы не пройдете, мы вас не пустим. Как когда-то европейские народы не выпускали евреев, которых уничтожали, они даже корабли с детьми отправляли обратно, даже Америка не бомбила пути в концладеря. Вот так вот они поступали. Значит, здесь Амунитяне и Моавитяне не приняли, то есть, они провели жестокость. Бог сказал тогда еврейскому народу, не уничтожайте их, но с ними не общайтесь, отдалитесь от них. И евреи дошли, дальше мы знаем. Теперь, и вот из этого народа, который получается жестокий и негостеприимный, приходит Руд и становится бабушкой царя, от которого пойдет Машеах. Почему? Значит, я не помню, где я видел этот комментарий, но мне он очень понравился. Предыдущий царь, первый царь Израиля, был Шауль, который был великий праведник, который был великий цадик, и он был, он был очень баяшан, он был очень скромный, очень-очень скромный. И когда был момент, когда нужно было уничтожить всех амалетитян, то он послушался народа, и он, в общем, после этого пришел пророк Шмель, сказал, ты не можешь быть царем Израиля, потому что царь это царь, не может быть кто-то, кто говорит царю, что делать. Царь это царь. А у Шауля не было вот этого вот качества. И после этого помазали на царство царя Давида. Руд добавила царю Давиду вот эти вот качества характера, которые нужны были царю. Царь это тот, кто воюет, царь это тот, кто возглавляет армию, царь это тот, кто, как царь Давид, который вышел на Голиата, который кричал, ну кто на меня там, двухметровый какой-то громила. А царь Давид вышел, маленький, он был подросток, говорит, кто это обезьяна, которая против Бога выступает. Взял пращу, его убил. Вот это добавила Руд, Руд добавила это в генетику, можно сказать, в качество характера, которые нужны были царю Давиду. Понятно, да? Очень интересно. Все, дорогие друзья, удачи, успехов. Чтобы свои инсайты, то, что вам открылось, когда вы изучали недельную главу, обязательно сформулируйте, запишите, пожалуйста, в комментариях, поделитесь с кем-то. Очень важно изучать Тору именно работать над Торой, заниматься Торой. То есть Тора – это не то, что мы слушаем, Тора – это то, что остается для того, чтобы мы не будем.